Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Викторинбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Сейчас будем вам доказывать, что есть вещи, которые не меняются. Это бухтение уральцев, екатеринбуржцев на тему СИМов, средств индивидуальной мобильности. Сейчас это самокаты, сейчас это моноколеса, а в 19 веке это были велосипеды. У нас в гостях историк Андрей Ермоленко. Андрей, доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Не то, чтобы я буду бухтеть по поводу велосипедов, но я расскажу про тех, кто бухтел в 19 веке. Спасибо, Саша, за прекрасную подводку. Вообще, стоит начать с того, что Урал, как Россия родина слонов, так Урал родина велосипеда. Вообще, в мировую историю. Ведь многим известно, что велосипед изобрели в Нижнем Тагиле, крепостной гемидовских заводов Ефим Артамонов в 1801 году, на собственноручно изобретенном велосипеде. Где-то тогда еще в мире не существовало велосипедов. Даже самокат еще не забыли. Отправился на коронацию императора Александра I. Такие сведения впервые были опубликованы в работе одного из краеведов в конце 19 века. Раевед Белов, если не ошибаюсь по фамилии. При этом никакого подтверждения этому факту нет абсолютно. Но при этом уже в 20 веке, в период борьбы с космополитизмом, так называемым, в 1940-е годы, эти сведения были отрыты из каких-то краеведческих изданий и, снабженные уже научно-методическими подробностями, годами жизни, маршрутом путешествия первого в мире велосипедиста, изобретателя велосипеда Артамонова, попали в Большую советскую энциклопедию. Ну, и там уже не вырубишь топором, что называется. Поэтому многие до сих пор считают, что на Урале жил такой выдающийся изобретатель, крепостной самоучка Ефим Артамонов, который изобрел велосипед. И на нем приехал в Москву на коронацию императора Александра Первого и получил за это вольную. Так вот, те, кто так думает, извините, вы всю жизнь заблуждались. Как? Интересно. Это миф, это историографический миф, который родился, судя по всему, под влиянием информации о другом изобретении, так называемые музыкальные дрожки изобретателя, тоже, кстати, крепостного Демидовых, Кузнецова-Жепинского. Который работал на Весимауткинском заводе, изобрел вначале прокатный стан, тоже было замечательным изобретением для того времени. А затем, собственно, ручно изобрел, ну, возможно, вдохновляясь западными образцами, музыкальные дрожки. То есть повозку, в которую был устроен музыкальный механизм, наподобие музыкальной шкатулки, только на колесах она ехала, конный экипаж, и издавала звуки. И вот такую... Машина с магнитолой, короче. Короче, магнитола с колесами, точнее. Валики можно было менять, наверное. Так вот, и вот эти самые музыкальные дрожки Демидовы презентовали на коронации Александра Первого, действительно, и за это Кузнецов-Жепинский получил вольную. Вот про этого тагильского изобретателя знают очень мало, хотя это реально историческое письмо. А вот Ефима Артамонова, изобретатель велосипеда, в кавычках знают все. В Екатеринбурге даже памятник есть изобретатель велосипеда на Вайнера. Причем сам велосипед явно представляет модель более позднего времени. Это уже Паук. Паука, да, когда переднее колесо большое, прямой привод от педали и задние вот вспомогательные колеса. Да, без цепи, действительно. И вот именно такие велосипеды, которые можно увидеть на Вайнера, которые приписывают Артамонову, первыми появились и в Екатеринбурге. В 1840 году, это уже из области мифов в область фактов, мы перемещаемся, по воспоминаниям старожилов, записанных в конце XIX века, некий служащий монетного двора, который находился сейчас на плотинке, ездил на службу на двухколесном велосипеде, преодолевая за один час расстояние 7-8 верст. Ну, примерно 8,5-9 километров в час скорость. Не такая уж и большая, примерно так и хотят ограничить скорость самокатов в Екатеринбурге. Вот первый велосипедист Екатеринбурга ездил с такой скоростью на работу. Жил он, судя по всему, где-то вот в районе современного пионерского поселка. Надо сказать, что эта штуковина была недешевым развлечением. И она была самодельной. Первые велосипеды в Екатеринбурге были самодельными. Вот тот самый первый велосипедист, который ездил на службу на монетный двор, его имя не сохранилось. Второй велосипедист в 1868 году, который построил велосипед самостоятельно на Верхвесецком заводе из железа и колеса из железа. Тогда еще даже не то, что пневматических шин, даже обрезиненных ободов не было. Просто железный велосипед. И его имя известно. Юлий Раунер, сын главного лесничего Екатеринбургского горного округа. 1868 год можно отмечать как год появления первого известного велосипедиста в Екатеринбурге. Юный Раунер стал своеобразным пионером и пропагандистом велосипедного спорта. У него нашлись подорожатели, которые тоже стали изготавливать велосипеды самостоятельно. Тогда их еще не было промышленного производства велосипедов. Они только-только изобретались. Как раз вот середина... И каждая модель была уникальной. Каждая модель была уникальной, неудобной, на наш современный взгляд. И самой массовой моделью велосипедов был тот самый пеннифартинг британский, названный так по названиям двух английских монет разных номиналов. Одна очень большая, другая очень большая. Первое колесо огромное, прям вот больше метра высотой к нему прикреплены педали. Заднее колесо очень маленькое, крохотное, сантиметров 20-30 в диаметре. Велосипедист сидел очень высоко от земли, ногами землю не доставал даже, и поэтому и катание требовало определенного умения на таком велосипеде. Ну, а падение часто сопровождалось травмами. Ты нашел фотографию, прям фотографию этого велосипеда? Да. Именно того, да? То есть это именно паук с огромным передним колесом? Ну, вот на нем изображен как раз-таки Артамонов у нас на платинке, на Вайнера. Хотя, конечно, скорее всего, если бы изобрел, то это было больше похоже на самокаты, вот на которых дети сейчас катаются, которые без педали, два одинакового размера. Колеса, да, и рама, на которые устанавливаются седло. Другое название этого велосипеда – Гран-Би. Так вот, вернемся в Екатеринбург. Люди, которые впечатлились велосипедным движением в Екатеринбурге, нашлись и их ряды ширились. И 8 июля 1886 года в Екатеринбурге было образовано общество велосипедистов-любителей. По времени создания третья в России. Вначале, конечно, в столице, затем в Москве, а затем в Екатеринбурге. То есть, мы тут опять третья столица, пионеры велосипедного спорта и все такое. Первым представителем избран Александр Несмеянов, служащий горных заводов, а его заместителем и, судя по всему, спонсором всего этого развлечения стал Степан Логинов, достаточно известный среди краеведов Екатеринбурга, владелец спичечной фабрики. Вот этот самый Степан Логинов, заместитель, председатель общества велосипедистов-любителей, видимо, и был его главным спонсором и обеспечивал постройку, затем покупку велосипедов. И деятельность этого общества регламентировалась уставом, проводились собрания и так далее. Андрей, а вот чем можно вот эту историю объяснить с третьей столицы Екатеринбурга? Вот я вчера буквально увидел, что одна треть всей одежды, которая производится в России, производится в Екатеринбурге и, ну там, немножко расширяем, на Свердловской области. То есть первые места, понятное дело, Москва-Петербург, как обычно. А вот третье место по количеству и производству, это вот Екатеринбург, ну и там ближайшая область. Почему у нас так это происходит? Видимо, высокая плотность людей умственного труда, занятых на производстве. Такое вот сочетание интеллигенции и производства, которое на Урале, особенно в столице горных заводов Екатеринбурга, было особенно велико, горные чиновники те же самые, ну и дополнительно к тому их достаточно высокое жалование. И, видимо, наличие свободного времени достаточно. Все это сошлось и... И поэтому держим по-прежнему флаг. И поэтому мы столица велосипедного спорта на Урале. А ведь проблемы с тем, что пугали велосипеды и лошадей людей, были тогда тоже. Да, но тогда это не носило, не то что массового характера, это скорее было какой-нибудь диковиной, потому что вот первыми членами общества велосипедистов в 1880-х годах в Екатеринбурге было максимально 35 человек. То есть по количеству велосипедов, даже меньше, они покатались по очереди. То есть в Екатеринбурге в момент появления велосипедов и массового их развития в то время было, ну, несколько десятков всего велосипедов. Причем чаще ездили не по городу, а совершали дальние поездки. Так вот этот самый Логинов, владелец птичной фабрики, главный спонсор это общество велосипедистов на парах его возникновения, первым совершил очень дальнюю велосипедную поездку из Екатеринбурга в Ирбит. Понятно, что не однодневная поездка, многодневная. Они очень много писали в тогдашней прессе, и очень сильно это всех впечатляло. Причем велосипед в то время был не средством индивидуальной мобильности, как сейчас, а, ну, скорее развлечением и спортом. И первым, чем занялись члены этого общества велосипедистов, это велосипедные гонки в Екатеринбурге прям по регламенту, разными дистанциями, на одну, на пять верстов. А вот это вот длинное путешествие до Ирбита, оно делалось на каком велосипеде? Уже более привычного размера? На пауке. На пауке потрясающе. И, мне кажется, поэтому ездили больше за городом, потому что в городе дороги были либо очень грязные тротуары, либо мощеные. А по мощенной дороге ездить на велосипеде, не снабженном резиной, не то что пневматиком, даже резиной не было. Больно. Конечно, больно. Их назвали кастотрясы. Понятно. Действительно, и падение с такой велосипеда чревато травмами, если не гибелью. Но ездить действительно очень тяжело. И вот это вот ограничение, техническое несовершенство велосипедов и не приводило к такому массовому развитию велосипедного спорта, увеличению велосипедами. И так было примерно до середины 1890-х годов, до конца XIX века, когда стали появляться первые промышленно изготовленные велосипеды. Во-первых, с колесами одинакового диаметра, похожие на современные. Во-вторых, что еще более главное, снабженные резиновыми шинами, наполняем им воздухом. И у этих велосипедов первоначально даже название было отдельное. Пневматики. Пневматики. На этой ноте мы сделаем небольшую паузу. Послушаем блок рекламы и продолжим про пневматики и другие велосипеды совсем скоро. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.16 в Екатеринбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов и с нами историк Андрей Ермоленко. Говорим мы о развитии велодвижения в Екатеринбурге. Да. Продолжим наш разговор. Закончили мы на том, что... На пневматиках, да. На том, что катались в основном за городом, на пауках, потому что в том числе ехать по городу по мостовым на кастотрясах, на велосипедах без резиновых каких-либо даже намеков на колесах было больно, тяжело и невыносимо буквально. И появившиеся в середине 90-х годов XIX века велосипеды с колесами одинакового диаметра, колесами с резиновыми шинами, наполненными воздухами, конечно, обеспечили уже массовое распространение велосипедов в Российской империи, в Екатеринбурге, в частности. Массовая комфортная езда. Массовая по тем временам, конечно. Сегодня нам бы показалось смешным эти несколько сотен велосипедов в Екатеринбурге, но тогда их действительно оказалось очень много. Регулярно проводились дальние массовые заезды в Арамиль, в Челябинск. Езжали на велосипедах прям массовыми катаниями. Велосипедным спортом начали увлекаться также и женщины, что выглядело очень революционным шагом и очень раздражала российских пуритан экипировка велосипедисток-любительниц, потому что в традиционной женской одежде того времени в длинном платье закрывающем ноги. Просто невозможно технически ездить, поэтому они катались в штанах. Кстати, напомним, что первые велосипеды с одинаковым размером колеса были не с привычной нами цепью. Там приводы часто были кожаные ремни. Были, кстати, и коленвалы, просто металлические такие длинные штуковины, которые передавали как раз усилия от звездочки, которая была закреплена на диске с педалями, к звездочке, которая шла к заднему колесу. Так что вот такая история в велосипедостроении. Да, но массовое развитие, конечно, получили велосипеды более привычной нам конструкции, с цепной передачей, с резиновыми колесами, с колесами одинакового диаметра и так далее. В Екатеринбурге к концу 19 века насчитывалось уже около 200 велосипедистов, которые начали активно пропагандировать велосипедный спорт и заниматься велосипедными гонками. У общества велосипедистов-любителей нашлись свои покровители, спонсоры. И самым значимым спонсором стал Камалидин Агафуров, старший из этих вот трех братьев, создавших торговое общество братья Агафурова, открывших первый универмаг на Урале, второй в Российской империи универмаг братьев Агафуровых. Так вот старший брат увлекался велосипедным спортом. Средний Зайнидин, кстати, увлекался скачками. То есть они оба были такими любителями спорта. И в 1900 году в Екатеринбурге открылся велодром. Именно для того, чтобы профессионально заниматься велосипедным спортом, устраивать велосипедные гонки. И этот самый велодром находился приблизительно около территории нынешнего дворца молодежи. Там же рядом находился и подром, построенный примерно в то же самое время. И появление велодрома в Екатеринбурге привело еще и к соревнованию с губернским центром с Пермью, в котором уже одновременно с этим же появился свой велодром и свое общество велосипедистов. И екатеринбурцы часто над пермяками одерживали победу. Кстати, то это соревнование спортивных обществ и велосипедистов, и футболистов именно находилось на плоскости уездного Екатеринбурга с губернской Пермью. И всегда очень было радостно победить столичную команду футболистов или велосипедистов. И с появлением велодрома, велоспорт и велодвижение в Екатеринбурге действительно стало массовым. Появились магазины, которые торговали велосипедами. И самым известным, наверное, стал магазин Рихарда Штролля, который находился на Покровском проспекте 2, современная улица Малышева. Это кольцо центральной гостиницы, вот тот самый дом доктора Сяно, более известный сейчас в Екатеринбурге. Такой полукаменный на кирпичном основании с деревянным резным верхом, очень красивое здание. И именно там находился магазин Рихарда Штролля, который торговал вообще всем подряд на самом деле. И одеждой, и перчатками, и шляпами, затем велосипедами. И в начале 20 века сосредоточился на торговле такими техническими новинками, велосипедами, мотоциклетами и автомобилями. Вау. Он прям был таким проводником технического прогресса, сам ездил по городу на велосипеде, затем на мотоцикле. И часто устраивал показательные заезды автомобиля первого тогда в Екатеринбурге, который он, конечно, продать никак не мог, но отдавал в прокат. В прессе того времени очень часто содержатся рекламные объявления о продаже велосипедов, мотоциклов. Велосипед стоил примерно 250 рублей, а мотоцикл около 600 рублей. Это равнялось примерно полугодовой зарплате квалифицированного рабочего. Ну, то есть, в принципе, деньги подъемные, но нужно было комитетом дорожать. Достаточно большие деньги, конечно. Умножаем примерно на 2000 цены начала 20 века. То есть, получается, сколько, 500 тысяч рублей на современные деньги стоил велосипед тогда. Да. Но сейчас такие покупают себе только триатлонисты. Да, сейчас такие тоже есть, конечно. И с карбоновыми дорожными. И дороже есть. Да, сейчас, конечно, в десятки раз дешевле, там, на порядок, на два порядка даже. И вот этот самый Рихард Штроль, пожалуй, и стал таким самым массовым проводником технического прогресса в Екатеринбурге, пропагандируя и велосипед, и мотоцикл, и автомобиль. Ну, это очень сильно раздражало общественность. И хочу зачитать выдержки из фельетона, опубликованного в газете «Екатеринбургская неделя» в сентябре 1895 года. Именно про то самое брюзжание велосипеды очень сильно раздражали граждан. Граждан даже, вот непонятно почему, их не было так много, как сейчас самокатов. Ну, очень сильно раздражало то, что на велосипедах ездят женщины. Вот прямо сейчас буду цитировать. Пусть бы куда ни шло, занимались ездой на велосипедах одни кавалеры. И костюмник для этого занятия подходящий. Так что в случае падения велосипеда его пассажира, кроме разбития собственного носа, никаких скандальных последствий быть не может. А то ведь ездят и дамочки, которым никак невозможно отстать от кавалеров равноправность дамского пола с мужчинским. Этого требуют. И примкнули они к пустопорожнему велосипедному безделью. Изготавливаются на фабриках специально дамские велосипеды, в которых одна палка заменена другой таковой же. Положено несколько иначе. Дамочка садится за эту машину, картинно изгибается, берясь за руль, и начинает семенить ножками. Ах, как весело. Прекрасно, прекрасно. Сравнивают велосипедистов с лошадьми. Причем, жалея лошадь, которую загоняет вообще-то человек, а велосипедисты, как та же самая лошадь, только загоняет сам себя. Информационным поводом, видимо, стала смерть велосипедиста Даханова в Москве. Смерть, вызванная чрезмерным увеличением велосипедным спортом. При этом лошадь достаточно умна для того, чтобы по собственному желанию не бежать выше своих сил. А велосипедисты таким умом не отличаются. Хорошо. Стремясь изо всех сил сравняться с лошадью, велосипедист ухитряется ее превзойти в глупости. Это велосипедничество производит вообще чрезвычайно грустное происшествие. Велосипедничество и самокатничество. Да, да. Очень раздражает автора фильетона, который творил под псевдонимом дядя Листер, интересно, кто это такой был, увлечение велоспортом молодежи и детей. И вот он обращается к родителям. Господа родители, которые разрешают своим детям, воспитанникам учебных заведений, бегать на гонках, кататься на велосипедах и радуются их успехам. Милостивый государь, если вам хочется иметь детей жеребят, вам следовало бы жениться не на барышне с порядочной семьи, а на лошади с хреновского завода. Прекрасно, да. И там мне понравилось, что ты цитировал за эфиром еще по поводу травм. Ну, да. Из серии «Вредные советы», конечно, цитирую дядю Листера. С ребенком, пишет Филит, а не следует сделать две операции. Во-первых, вырвать ему зубы, чтобы спасти его от зубной боли. А во-вторых, обязательно сломать ему хотя бы одну ногу, чтобы спасти его от увеличения велосипедом. Лучше иметь в доме хромого сына, чем двуногого жеребенка. Прекрасно, да. Слушайте, я нашел, кто такой дядя Листар или Листар. Приехал на Урал в качестве агента саратовской фирмы Таллер и Бюрц, занимавшийся продажей колесной мази и скупкой и вывозом в Германию бараньих пешок. Родился в Петербурге в 1935 году, потом много путешествовал, но и перебрался в Екатеринбург, где стал как раз-таки продавать мази для колес. Такой вот интересный человек писал, как раз творил под этим псевдонимом очень-очень много. При этом, повторимся, велосипедов в Екатеринбурге в начале 20 века, в дореволюционном Екатеринбурге было не так много. Ну, какие-то сотни. Даже при учете того, что и население было не так, как сейчас, там 43 тысячи человек по переписи. То есть, 197-го. Все равно пропорционально велосипедов было намного, в разы меньше, чем сегодня самокатов на улице. Даже в пропорции, учитывая то население Екатеринбурга, которое было тогда. Но при этом, как мы видим, увлечение велосипедами очень сильно раздражало обывателей, раздражало то, что женщины ездят на велосипедах, очень некультурно одеты, мягко говоря. И раздражало занятия велосипедным спортом, который, казалось бы, без какой-то определенной цели. Просто люди катаются, чтобы загнать себя, как лошади. И как велосипедист Даханов в Москве умереть от разрыва сердца. Ну, видимо, людям всегда было свойственно бухтеть на то, что они не понимают или то, что им не нравится. Но проблемой развития средств индивидуальной мобильности в доролюционном Екатеринбурге, конечно, никакой не было. Никому не мешало, не говоря уж, конечно, о сегодняшних самокатчиках, которые, пожалуй, сами себя и загубят. Потому что не соблюдают правила дорожного движения, катаются небезопасно. Хотя самокат, конечно, прекрасная вещь. Кстати, любители велосипедного спорта, они ведь разработали и правила поведения на городских дорогах. Поэтому сами себя ограничили и остались в истории. И не только. Недаром существовало общество велосипедистов с своим уставом и с правилами. Андрей Ермольников с нами. Спасибо тебе большое. Павел Филиппов, Саш Старик. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.